Здравствуйте! В эфире программа «Фактор жизни» и ее ведущий Владимир Крупейников. Сегодня в выпуске. Как провожали паралимпийцев? Вы хозяева инвалидов. Это вы принимаете паралимпийцев всего мира. Школа будущих чемпионов и просто школа здоровья. Вот он еле в зал входит, а через год-два он начинает в соревнования играть. Дайвинг для инвалидов. Здорово, но требует осторожности. Они шейники, у них проблемы и так в здоровье. Они тут ни на вреди, ни на пугай. Голубоглазые, пушистые, нежные и лечебные. Да, это еще кто кого загонял. Наши первые чемпионы паралимпиад даже в самых смелых мечтах представить не могли ту заботу, которую наше государство окружает сегодняшних паралимпийцев. Смотрите прямо сейчас. Сегодня у нас в студии Михаил Терентьев, депутат Государственной Думы Российской Федерации, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Михаил, сколько паралимпиад сам участвовал? Сам участвовал в шести паралимпийских играх, четырех зимних двухлетних. Сколько раз становился паралимпийским чемпионом? Один раз стал паралимпийским чемпионом и шесть раз становился призером. Четыре раза в лыжных гонках, два раза в биатлоне. Первая олимпиада, на которую я поехал, это был Лили Хаммер. Это был 1994 год, где я впервые приехал на паралимпийские, на зимние паралимпийские игры. При этом катался на лыжах, как паралимпийцы, на сидячих лыжах, где-то месяца четыре. И как? Ну, конечно, занимал самые последние места, потому что за такой короткий промежуток времени не только не освоил технику передвижения, но и где-то не совсем держал даже баланс. Поэтому третьему месту с конца проигрывали 2-3 минуты. А вот если сравнивать условия тренировок в 1994-1996 год и сейчас, серьезно отличается тренировочная база нашей паралимпийской сборной? Ну, в те годы вообще не было тренировочной базы. И не только не было тренировочной базы, но нам, Сергеем Шиловым, приходилось добираться на электричке. И даже такие моменты, как пониженного бордюра не было. И на коляске было очень тяжело передвигаться. Мы жили на третьем этаже в доме без лифта. И, конечно, выходить... А где тренировались? Тренировались мы в Измайлово или в Битце, или на Воробьевых горах. То есть вот это место было тренировочно. Но начинали мы в городе Кирове у друзей нашего тренера. Мы там тренировались. Сборы проводились где-то, вот такие централизованные сборы, команды? Сборов не было никаких. А сейчас как происходит тренировочный процесс сборной? Сейчас сборная, я бы сказал, месяца два находится только дома. В год? Да, в год. А так постоянно учебно-тренировочные сборы. Сборы проходят как в России, так и за границей. Никаких ограничений по финансированию паралимпийской команды нет. Прямо вообще никаких ограничений по финансированию? Вообще никаких. Год был запланирован еще в 2012 году. Полностью министерство выполнило свои обязательства. В преддверии паралимпиады в Сочи министр спорта России Виталий Мутко встретился с кандидатами в паралимпийскую сборную, которые претендуют на участие в главном спортивном событии 2014 года. Я хотел бы сказать о том, что на протяжении последних двух сезонов будет демонстрировать очень высокий уровень. И, конечно, мы впервые, наверное, в нашей истории будем выставлять в целом по всем шести видам спорта команды. Большинство из кандидатов в сборную участвуют в играх не первый раз. Но волнений от этого не меньше, ведь сейчас ответственность возросла в разы. Вы хозяева олимпийской сборной. Это вы принимаете паралитницей всего мира. Поэтому мне хотелось бы пожелать вам не только быть успешными на стартах, на площадках, на лыжных трассах, но еще и быть радушными гостеприимными хозяевами. То, что это Олимпиада дома, это говорит о многом. И поддержка стены, дома и стены помогают. То есть, на самом деле, есть какая-то разница, куда-то ехать или оставаться у нас? Конечно, есть. Или это Олимпиада в домашних стенах, с домашними зрителями, с домашней обстановкой, где могут приехать родственники и родные поболеть за тебя. Или это Олимпиада где-то за рубежом, где все тебе незнакомо, все тебе чуждо, а здесь и трассы кажутся родными. В завершении встречи состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов-паралимпийцев, тренеров и организаторов спорта 2013 года. Это уже проходит много лет, совместно подготовленные, проводимые более близким комитетом России и фронтов спорта. Мы и дальше рады, мы с вами, и обязательно будем надеяться и носить свой пассивный вклад в лучшую победу. Сегодня все мысли спортсменов, как показать на играх лучший результат, а все мы будем за них болеть. Только золото к этому стремиться, порадовать хорошей игрой и родных болельщиков, ну и самих себя. А почему за рубеж выезжаете? Там лучше тренировочные базы или климат меняете? С чем связано? Ну, во-первых, тренировки начинаются в Финляндии, потому что там есть лыжная трасса в закрытом помещении. И спортсмены уже в ноябре встают на лыжах, потому что в декабре уже начинаются первые этапы кубка. У нас, я думаю, что где-нибудь, не знаю, в Норильске снег, наверное, еще раньше ложится и позже сходит. Ведь главное, чтобы не только была подготовлена хорошо трасса, а трасса должна быть подготовлена идеально, но и условия проживания, и как из гостиницы добраться до тренировочного места. Поэтому в Финляндии, например, там все находится в одном месте. У нас таких спортивных комплексов очень мало в России, и только недавно они появились. Это в Тульской области, это в городе Сочи, это, ну, можно сказать, это Алтайский край, Уфа. Но они соответствуют? Конечно. Особенно в Тульской области, это Алексина полностью соответствует спортивная база. Европейским стандартам, да? Европейским стандартам. Проведение паралимпийских игр в нашей стране как-то способствовало развитию массового спорта для инвалидов? Наверное, способствовало не только проведение паралимпийских игр, хотя это такой сильный катализатор повышения желания людей заниматься спортом, но на самом деле отношение со стороны государства к развитию паралимпийского движения изменилось в 2006 году, когда президент Владимир Путин приравнял достижения паралимпийцев и олимпийцев. После этого участников чемпионатов России по всем видам спорта выросли в десятки раз. То есть, например, если вспомнить 90-е годы, когда на чемпионате России по легкой атлетике принимало участие 30 спортсменов, а сейчас уже и зимние, и летние чемпионаты по легкой атлетике принимают у себя спортсменов от 200 до 300. А развивается ли спорт в шаговой доступности, ну, по крайней мере, в мегаполюсах? Ну, здесь не совсем такая позитивная картина, потому что только 58 регионов Российской Федерации развивают паралимпийские виды спорта. Как вы знаете, у нас их 83. И где все остальные, непонятно. Я думаю, если выделяются деньги на спорт на уровне муниципального образования, на уровне региона, то обязательно должно быть предусмотрено средство на развитие спорта инвалидов в рамках тех ресурсов, которые есть. Мы знаем, у нас то бывает кризис, то не бывает кризиса, и могут говорить так, что вот есть деньги на спорт неинвалидов и по остаточному принципу на инвалидов. Давайте вот отойдем от этой позиции. Если есть какой-то финансовый ресурс, он должен быть в рамках этого ресурса. Например, 10% должно идти на развитие спорта инвалидов. Спортивная школа номер 80 Северо-Восточного административного округа столицы существует 12 лет. Здесь занимаются как обычные дети, так и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Для них открыты два адаптивных отделения. Это у нас отделение плавания, где ребята с поражением опорно-двигательного аппарата и детишки незрячие. И отделение настольного тенниса, где также тренируются дети с поражением опорно-двигательного аппарата и дети с потерей слуха. Гордость школы и любимицы тренерского состава, теннисистка Ксения Маркович, входит в состав сборной России. В последней Сурдо-Олимпиаде, проходившей летом 2013 года в Болгарии, она заняла четвертое место. Когда шесть лет назад девочка пришла в спортивную школу, адаптивного отделения по настольному теннису еще не было. И Ксения занималась в группе со здоровыми, слышащими ребятами. По мнению тренера Максима Пронкина, это ей очень помогло. Еще здесь в моей группе есть Серый Дмитрий. Он призер первенства России до 18 лет. В этом году он занял третье место на первенстве России. Настольный теннис преображает детишек. Вот он еле в зал входит, а через год-два он начинает соревнования играть. Выбегает из зала, бегает. Я даже не думал, что он играть будет. Он бегать начинает, бегает. Деталлитарение очень большое. Детей смотришь, когда они начинают улыбаться, двигаться. Еще не дай бог, что они выиграют. Это вообще просто. Воспитанники отделения адаптивного плавания не раз становились призерами различных соревнований и чемпионатов. В 2012 году отделению был присвоен статус Олимпийского резерва. Тренер Дмитрий Семаев имеет большой опыт работы со слабовидящими и незрячими пловцами. Работа с такими детьми имеет свои особенности. Фактически всех детей, которые приходят, вот только они пришли, я обучаю в воде, находясь. Или же поднимаем на бортик и показываем движение непосредственно на суше. Когда ребенок незрячий и он влезает в воду, вода практически для него это новая среда, в которой он никогда не был. Он себя чувствует в ней абсолютно неуверенно, начинает барахтаться. И на первых этапах его нужно поддерживать. То есть если группа 5 человек, то первые занятия 8-10, все 5 человек на мне висят фактически. Сейчас юные пловцы уже хорошо владеют техникой, легко выдерживают напряженные тренировки и имеют серьезные спортивные намерения. Мне нужно самое главное, чтобы радовать своего тренера Дмитрия Николаевича, ну и, конечно же, сделать результаты как можно лучше. Спортивная школа номер 80 не собирается останавливаться на достигнутом. Ее руководители планируют развивать и другие направления паралимпийских видов спорта. А это значит, что сотни мальчишек и девчонок смогут реализовать свои чистолюбивые планы в борьбе за призовые места на самых высоких спортивных соревнованиях. В каких видах спорта мы традиционно сильные и какие виды спорта в последнее время наиболее стремительно развиваются у нас в стране? Традиционно сильные, конечно же, это зимние виды спорта. Второе направление – это плавание, потому что плавание, как правило, проходит в закрытых помещениях и не зависит от условия погоды. И легкая атлетика. Регби на колясках только-только появился вид спорта. Конечно, там мы пока еще не достигли больших высот. И есть еще и баскетбол на колясках, который долго развивается. Очень зрелищный вид спорта. Но тоже пока мы не можем выйти на уровень паралимпийских игр. Но слэч-хоккей, который получил поддержку и со стороны государства, и со стороны спонсоров, буквально за три года вырос. Я знаю Сергей Шилов, по-моему, с которым ты начинал заниматься. Мы его 1 ноября в прошлом году проводили на тренерскую работу. Сейчас он возглавляет спортивный клуб в Бице. Я приглашаю всех желающих, кто хочет заниматься легкой атлетикой, лыжными гонками, обращаться к Сергею Шилову. И прекрасный клуб правительства Москвы нам предоставило помещение, недавно построенное, полностью доступное. У спортивного клуба есть свой транспорт. Можно от метро довезти людей, чтобы заниматься спортом. И Сергей Шилов видит себя как продолжателя для развития спорта. Так, Ир, значит, смотри, старайся тянуть не локтем начинать движение, а кистью сперва. Может, ты начинаешь тянуть локтем двумя руками вместе. Сергей Шилов хорошо знает, сколько нужно сил, чтобы подняться на наградной подиум. Он участник 10 паралимпийских игр, обладатель 6 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовой медали. Многократный чемпион мира, Европы, России. До автокатастрофы Сергей занимался легкой атлетикой, спортивным ориентированием и бегал на лыжах. Когда случилась травма позвоночника, он принял решение, что большой спорт все равно не бросит. Продолжил тренировки в лыжных гонках. И как паралимпия задостиг выдающихся результатов, помогла ему в этом заслуженный тренер России Ирина Александровна Громова. Не так давно они вместе организовали спортивный клуб для слабослышащих и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. У нас в клубе уже ребята занимаются те, которые входят в состав сборной команды России по лыжным гонкам, по легкой атлетике. Ребята, которые будут участвовать сейчас на играх в Сочи. Но также у нас есть ребята, которые молодые, которые пришли совсем недавно, которые делают только свои первые шаги в спорте. В Паралимпийских играх в Сочи Сергей участвовать уже не будет. Теперь под его присмотром молодые спортсмены набираются опыта и оттачивают технику. Это не просто сел на стул и поехал, к нему лыжи прикрутил. Надо определенно подобрать посадку, чтобы сесть оптимально, чтобы под каждую травму определенная посадка, определенный боб. Высота палок, длина лыж. Ирина Гуляева совсем еще новичок в лыжных гонках, хотя спортом занималась и раньше. У нее разряд кандидатов в мастера спорта по настольному теннису. На сегодня главное место в жизни Ирины занимают лыжи. Дверь открыта для всех, для желающих. Если хотите заниматься большим спортом, участвовать в играх, да, мы поможем. Адрес спортивного клуба «Рецептспорт» Москва, Битцевский парк. Телефоны 8903612-0202, 8495-737-7877. Электронный адрес фонд «Собака РФПИ.РУ». Занятия проводятся бесплатно. Есть, наверное, какие-то виды спорта, которые, на твой взгляд, наиболее способствуют реабилитации, социализации инвалидов? Здесь необходимо понять, о чем мы говорим. Мы говорим о социализации инвалидов или о социализации общества к инвалидам. Если говорим об обществе, то это, конечно же, игровые виды спорта. Это слэч-хоккей, это баскетбол на колясках, это регби, это керлинг, это боча. А если мы говорим о том, как себя спортсмен реализует, наверное, и командные виды спорта, но все же больше спорты, где спортсмен соревнуется лично, соревнуется с такими же спортсменами, с такой же инвалидностью. Это и легкая атлетика, и лыжные гонки. А сам занимаешься спортом еще или уже тоже только физкультурой? Я занимаюсь только физкультурой, лыжные гонки, легкая атлетика, плавание, но очень редко. Спасибо большое, Михаил, что нашел время прийти к нам в студию. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии был Михаил Терентьев, депутат Государственной Думы Российской Федерации, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России. Ну а мы продолжаем нашу программу. Новые технологии могут значительно облегчить жизнь человека, особенно если он каждый день сталкивается с трудностями из-за своей инвалидности. Например, одна только белая трость не дает незрячим людям такой свободы передвижения, как хорошая навигационная программа. Уже несколько лет бесплатные навигаторы доступны на смартфонах, но большинство из них непригодны для использования без зрительного контроля. Теперь же появилась отечественная разработка, созданная программистом из Санкт-Петербурга. Игорь Парецкий, сам незрячий, занимается средствами невизуальной доступности и навигационные приложения – одно из таких средств. Это, в общем-то, полноценное навигационное приложение со всем арсеналом средств, с возможностью автоматической прокладки маршрутов, как в офлайне, так и с помощью онлайн-сервисов. Это, значит, использование полноценной, полновесной картографической информации, то есть это векторные карты. Проект был представлен в культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых. Среди функций нового приложения – возможность для незрячего сориентироваться, где он находится, вплоть до номера близлежащего дома, и удобное голосовое управление. Если я хочу переключить режим – велосипед. Режим велосипедной навигации. Пешеход. Режим пешеходной навигации. Скачать программу можно на сайте образовательных курсов культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Там же можно узнать о ней полную информацию. Навигатор распространяется абсолютно бесплатно. Представлен профессиональный проект свободно распространяемой, бесплатной системы навигации для незрячих и слабовидящих, содержащей все возможности коммерческих решений, плюс еще ВОЗ и маленькая тележка. Анапа – известный российский курорт. Здесь расположено много специализированных санаториев, которые принимают на лечение людей с инвалидностью со всей страны. Неудивительно, что при таком количестве особых гостей город отлично для них приспособлен. Инвалиду здесь комфортно не только лечиться, купаться и прогуливаться по набережной, но и пробовать что-то новое, например, дайвинг. Десять лет все эти мимо нас проходят люди, которые находятся в специализированных санаториях. В виде снаряжения подходят, интересуются смелые и отважные герои, можно ли нырнуть. Есть, конечно, некоторые противопоказания, мы, конечно, с ними знакомимся и принимаем решение – погружать, не погружать. Почти все погружаются, причем смелее, чем обычные здоровые люди без проблем. В центре Татьяны Ананьевой работают специально подготовленные и сертифицированные инструкторы по парадайвингу. К тому же для инвалидов погружение в этом клубе абсолютно бесплатное. Мы занимаемся этим с 98-го года. Клуб подводного плавания в 2001 году международное дайв-сообщество сертифицировало и придало статус «Три звезды». Девиз один – не навреди. Очень много берутся других почему-то дайв-центров за людей, находящихся в инвалидном кресле, они шейники, у них проблемы и так в здоровье. Они тут ни навреди, ни напугай, а берутся. Нельзя этого делать. Среди сертифицированных инструкторов Елена Топыричева, которая по-настоящему болеет дайвингом уже много лет. Сначала погружалась для себя, потом в качестве инструктора, а потом решила пойти еще дальше. Ребята приходят с разным типом инвалидности. К каждому индивидуальный подход, и ты получаешь больше удовлетворения от того, что ты смогла погрузить его. Потому что, когда они выходят, надо видеть их до погружения и после погружения. Потому что в их глазах все написано. Это искрящиеся глаза от радости, от того, что они сами получили это удовольствие. Для них это позитив просто колоссальный. Сергей Бахметев – один из учеников Елены – живое тому подтверждение. Он приехал в Анапу из Воронежа, чтобы попробовать погружение в море. Раньше погружался только в бассейне и пресных водоемах. Дайвинг – это вода в первую очередь. А вода – это не воздух. Если я на воздухе немного ограничен передвижением, я хожу на костылях, хотя мне это не сильно мешает, то в воде я чувствую себя просто человеком, который может все. На 10 дней в конце декабря прошлого года собачий лай стал главным звуковым сопровождением парка «Сокольники». Но людей он не отпугивал, даже наоборот. 30 собак из карельского питомника знаменитых путешественников Дмитрия и Матвея Шпаро приехали покорять столицу. Все-таки для того, чтобы привезти сюда 30 собак – это накладно. Значит, это транспорт, здесь работают 10 сотрудников, которые получают зарплату, еще что-то происходит, еще что-то, поэтому нужны были деньги. И в этом году первый раз, когда Департамент социальной защиты Москвы решил, что это будет полезно для москвичей, особенно в преддверии Нового года. Полезно – это в первую очередь. Кроме положительных эмоций, собаке дарят еще и явный медицинский эффект. Ему даже название придумали – канистерапия. Собственно, канист – это собака по латыни. А найти лучшего терапевта, чем хаски, сложно. Это единственная порода, у которой отсутствует ген агрессивности к человеку. Этот ген агрессивности выводился веками из этих собак, поскольку в древности очень часто ездовые собаки служили не только для передвижения и перевозки грузов, но также обогревали своего хозяина, может быть, даже детей. Воспитанникам школы-интерната номер 60 ребятам с нарушениями речи тоже поначалу было страшновато. Потом чуть привыкли, а в конце уже расстраивались, что нельзя забрать голубоглазых домой. Перпечка в реке. Там еще кто кого загонял. Можно даже посмотреть на внешний вид детей, соответственно, дети становятся больше улыбаться, у них эмоциональное состояние улучшается, скажем так. Ну, соответственно, очень хорошо, я считаю, что можно таких мероприятий делать больше. Гвоздь программы по пути с хаски – конечно, езда на собачьи упряжки. Собаки нервничают. Сегодня им жарко, потому что настоящей зимы нет в Москве. Сколько у нас средняя скорость полета будет? Ну, где-то 25, около 30 километров. Тут, оказывается, у каждой собаки свое место. Вожак указывает дорогу, сзади бегут тяговые, которые посильнее, и все слушают команды Каюра. За 10 дней в гости к хаске сходили больше 300 детей с инвалидностью и учащихся коррекционных школ. А потом собаки уехали домой, в Карелию. И хочется верить, что обещали вернуться. И на сегодня это все. С вами был Владимир Крупенников. Пишите нам, звоните. Адрес и телефон на экране. 115-184 Москва, улица Большая Татарская, дом 33, строение 1. Наш телефон 8-495-656-05-91. Электронный адрес «Фактор жизни собачка» Яндекс.ру. Архив программы на сайте инва.тв и на сайте ТВ-центра. Всего вам доброго. Увидимся ровно через неделю на канале ТВ-центр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин